Привет, это я, ваш блудный сын Мартин, и сегодня я хочу поведать вам некоторые факты про двух моих персонажей. Знаю, что многим моим подписчикам интересно услышать хоть что-то про моих персонажей. И вот, вы дождались, наконец-таки этот день пришел, и я расскажу вам факты, факты про Мартина и Мартиникула, которых я прямо сейчас рисую на спидпените. Но сначала я хочу напомнить тем, кто забыл, и сообщить тем, кто не знал, кто-то новенький наверняка смотрит это видео, подписывайтесь на мой телеграм-канал и на группу ВК. В телеге я много спойлеров даю к новым роликам и рисункам, а в ВК-группе я кидаю красивые рисуночки в хорошем качестве, с красивыми оформлениями. Вот так вот, короче, переходим в соц. сеточки. Но еще мне хочется сказать то, что моя история довольно-таки долгая, и их персонажей, и моих персонажей там все переплетено. Вот. И если вкратце, то моя начало истории Мартина, Мартинки, Ивани, Алекса и Даши и их одноклассников. Ну, в сеттинге, в начале, это сеттинг школа, что-то, житня, короче, комедия, драма, и потом это потихоньку будет переходить в мистику, фото-хоррор, вот фэнтези даже будет. Ну, в общем, я вас, наверное, уже утомил. Давайте приступим к фактам о Мартине. Значит, в начале истории ему 16 лет. Он закончил 9 класс. Его день рождения 25 января. По характеру он спокойный, умиротворенный и рассудительный. Он любит читать книги в жанре триллер, фэнтези, фантастика, хоррор, ужасы, ну и фильмы, следовательно, тоже. Его любимый цвет голубой. Его отец бросил Мартина и, следовательно, его мать совсем в маленьком возрасте. Мать после развода с отцом парня не может найти хорошего мужчину. Она постоянно скачет то с одним, потом с другим, и постоянно ей попадаются какие-то ужасные мужчины, и ей из-за этого грустно. Следующий факт. Мартин живет один дома. Да, в 16 лет, но это есть причины. Он решил пораньше сепарироваться от родителей, а мать была как бы и не против. Мать его кочевает из одной хаты одного мужика в другую. Собственно, ну вот так вот происходит. Как бы Мартину это не особо нравилось, что каждый месяц, каждый полгода в его с мамой квартире живет какой-то новый мужик. И поэтому сказал, ну слушай, ты эту квартиру мне оставляешь, сама кочу, где хочешь. Ну, естественно, за коммуналку, все эти стыки платит мать. Да. Кем она работает, я не скажу, но у нее была работа до одного момента. А потом настали трудные времена, и тяжело, тяжело приходится всей семье его. Следующий факт. Он живет в многоэтажном доме. Город похож примерно на Санкт-Петербург. Ну вот, естественно, там есть как бы многоэтажки. Вот. И, следовательно, его соседом, соседкой является очередная еще одна сепарившаяся как уличка Мартиника. О ней сейчас и пойдет речь. В начале истории Мартинике, также 16 лет, она одноклассница Мартина. И, это если прям вкратце, да, первые факты пошли. Они соседи, она тоже сепарировалась, короче, живет тоже одна. И ее семья, она из очень богатой семьи, очень богатой, прям очень-очень-очень богатой семьи. Вот. И, собственно, она, ну, ее родители, она такая бунтарка такая стала в последнее время. Прям в начале этой истории она прям бунтарочка такая, бич, вот. И родители сказали, слушай, ну, ты такая бич, живь-ка ты одна. Вон у тебя там, в том доме живет Мартин твой дружок. Че, че будешь жить там, заюшка? Че, живи одна, зарабатывай как-то. И она зарабатывает, продавая свои откровенные фотографии. Тем самым она и платит за квартиру, житню, все, все вот это вот. Ее день рождения, 10 февраля. После некоторых событий она стала довольно-таки агрессивной бич. Она довольно-таки нарциссическая, то есть она прям нездоровая любовь к себе. Но, естественно, это произошло не просто так. Все психологические травмы, все события, которые у нее были, повлияли на ее характер. А характер, как я говорил, у нее довольно-таки агрессивный, вспыльчивый. И вообще она такая, ну, токсик, да. Еще факт, у нее будет, ну, как бы, условно уже придумано это, и нарисовано где-то есть. Будет такие, да. Парнеттул с другим моим персонажем, Ваней, второе имя, Алекс. Вот, и у нее парнеттул на коленках, вместе с вот Алексом. Она любит фрукты, особенно цитрусовые. Ей нравится стиль гранж, но сама она так не хочет ходить. Она такая вот герл, барби-герл чуть-чуть. У нее вообще было много периодов, как она одевалась, то годка, колготка, то просто милашка, то потом опять что-то такое произойдет, и она опять станет логотические платья носить. Это уже когда будет история больше фэнтези, да. Вот, вот так вот, ну, переменчиво довольно-таки. То есть, да, биполярная девчонка. Ее прям каноничный наряд, вот он. В принципе, в таком наряде она где-то с 16 до 18-19 лет. Она прям так будет ходить. У нее много таких вот свитеров с сердечками. Она с писем Love, Love. Она любит подсолнухи, тоже такой факт интересный. И, возможно, ее любимый цветок, который она подсолнула. Сочнее, не цветок, а растения. Ее любимый цвет это бирюзовый. И, думаю, по ее цвету волос это довольно-таки очевидный факт. Ну, у нее прям такой зелено-бирюзовый цвет волос. Примерно вот такой вот, да. Как вы видите, выделено картинка их там на превьюшке. Вот, думаю, это уже очевидно, что волосы крашеные. В мире, где они живут, он не сильно далеко, он не сильно изыменен от нашего привычного мира. Вот. Но, однако, есть некоторые загадочки тайные. Что там не все так просто, как бы. В общем, про факты это, наверное, все. Теперь еще про другие чуть-чуть поменчики поговорим, например, про рисунок. Как вы видите, они танцуют. И, я думаю, вы видели, а может нет на превьюшке, да, может не видели. Там фон такой, как бы это зал школьный. Они закончили 11 класс. И все выпускники должны танцевать вальс. Ну, и, собственно, Мартину решили. Ну, смотри, ты же, это, друг Мартинек, и что, потанцуешь с этой зайчикой-пусечкой. А в этот момент они вообще друг друга просто ненавидят. Понимаете, у них такие отношения, то они любят друг друга, то они просто друзья, то встречаются, то ненавидят друг друга, и, как бы, у них очень-таки качели в отношениях. Мартинеку из-за этого тяжело, конечно, да и ей самой. Из-за своего характера это все происходит. Они расстаются, мирятся, дружат, встречаются, потом еще что-то происходит. Не общаются год. Вот. Ну, прям, есть такое у них. Эм, да. И вот тут вот я как раз-таки изобразил этот школьный вальс. Что я думал сначала нарисовать их веселыми, счастливыми, что они танцуют влюбленная парочка. А потом я вспомнил то, что в кануне-то в этот момент они себя ненавидят просто готово растерзать. Ну, естественно, как бы перед всеми учителями, родителями, они, ну, убивать-то друг друга не будут. Да и, в принципе, они не будут такое делать. Даже хоть здесь ненавидят друг друга. Хоть у Мартинеки довольно-таки стрёмный характер и чёрство сердца, но все равно. Она, ну, на убийство она способна и, как бы, такое, ничего не скажу, но все-таки она понимает, что, ну, Мартин, зайка-пусечка, и его нельзя терять. Ну, характер все-таки у него довольно-таки тяжелый. И еще вспомнил интересный факт. Родители, вот эти вот двух прекрасных, Мартина и Мартиники, хорошие друзья в жизни. Ну, да, хорошие друзья их родители, и поэтому, когда мать была беременна, мать Мартина была беременна им, она решила назвать его, ну, Мартин. И, ну, они часто виделись с родителями Мартиники, и они, когда узнали, что мать Мартина беременна, они такие, ой, а нам нужно тоже залететь, как бы, все. Муж, давай, ебем. Вот, и они решили, так, ну, в принципе, а что, давайте у них будут похожие имена, давайте они будут ходить в один садик, давайте они будут ходить в одну школу, давайте мы будем жить рядом, давайте они будут дружить, а потом они будут встречаться, плавиться, и будет счастливая семья. Но у них нифига не будет счастливой семьи, по крайней мере, на данный момент, потому что сюжет еще до конца не прописан, я знаю, с чего начинается история, знаю ключевые моменты, знаю, в принципе, что более меня будет происходить, ну, знаю конец, но особо я не знаю, прям, что будет у них. Да, возможно, у них даже будет ребенок, правда, я сомневаюсь, учитывая то, что кто, кое-кто из них child free, кое-кто из них, да, вот, поэтому я не знаю, может у них будут дети, может не будут, скорее всего, нет, потому что я не хочу, чтобы мои дети, чтобы у них были дети, честно, ну, я не хочу такого, да, скорее всего, ну, будет, возможно, у кого-то, но не уверен, вот. Фон мне, кстати, не нравится, пожалуйста, оценить рисунок, потому что мне он безумно не нравится, мне реально не нравится, мне нравится только личико Мартирики и Мартина, который, боже, ты заебала, дура, да блять, сам ты меня заебал, бразь. В общем, вот такое вот видео получилось, оцените рисунок, напишите комментарии, приходите в телеграм-канал, в группу ВК, подписывайтесь на ютуб-канал, ставьте там лайки, комментарии, ну, вы знаете все, что я вам говорю, вы и так все знаете, зайчики-солнушки. Всем счастья, любви, добра, позитива, благополучия, любви, всем всего самого хорошего, я вас люблю, ценю и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok